Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить о подарках для ветеранов в 2019 году. И также хочу показать ностальгический бой на Waffenträger E100. Ну и немножечко рассказать вам об этой ПТ-САУ, если вдруг вы не в курсе. Единственное, что извините за то, что прицела нет в этом видео. Дело в том, что возникли некоторые технические трудности, которые преодолеть так и не получилось. И прицела почему-то не видно. Реплей старый, поэтому такие вот проблемки. Но в целом более-менее все видно. Итак, а спонсор видео сайт водки.ру. Особенность данного сайта заключается в том, что каждый шестой кейс бесплатно, а также ежедневно проводится раздача 5000 золота случайному пользователю бесплатно. Интересно? Переходи по ссылке в описании и используй промокод со скидкой. А вот победитель в прошлом видео. Спасибо ему огромное за участие. Ты тоже можешь выиграть голду. Для этого достаточно поставить лайк, в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте. Итак, ребята. Ваффентрагер Е100. Как же раньше у многих бомбило от этой машины. Как же многие жестко ее критиковали. Говорили, разработчики, что вы творите? Быстрее выведите ее из игры. Это просто ужас, а не ПТ-САУ. Но сейчас вот я смотрю, ну есть реплеи, где тоже много урона нанесено. Это уже в 2019 году, уже скоро 2019 год. И тоже игроки на обычных текущих танках наносят по 13, даже иногда 14 тысяч урона. Это бывает, конечно, редко. А вот Вафля в те времена, она довольно часто наносила по 13-14 тысяч урона. Да, это серьезные такие цифры. Смотря на них, хочется сказать и спросить, откуда столько ХП у врагов-то, ну чтобы все подставлялись, чтобы все это так сошлось, что удавалось так настреливать урон. Но так удавалось, потому что 6 снарядов в барабане, это, конечно, вам не шутки. И, ко всему прочему, Алифа у каждого снаряда 560. Очень хорошая стабилизация, к сожалению, в этом реплее не видно прицела. Но стабилизация практически моментальная была. Вначале у Вафля еще до нерфа. Ко всему прочему, очень даже неплохое количество прочности. Тут 2000 прочности вроде бы. Но это много, на самом деле, для ПТСЛ. Естественно, огромная картонная башня, которую все пробивали фугасами, да и вообще любыми снарядами, даже ЛТшки легко пробивали. Не было там вообще абсолютно никакой брони. Но при этом корпус присобачен от Е100, от тяжелого танка, который, ну, в принципе, неплохо бронирован. Но основная суть Вафля в те времена, да и вообще, была то, что встать где-нибудь и стрелять издалека по чужому засвету. Или еще одна тактика была, я сам помню, когда играл на Вафле, я эти времена застал, это подождать, когда противник подъедет поближе, после чего выезжаешь, желательно, чтобы враг был небарабанным. И уже враг, конечно, успевает по тебе выстрелить, скорее всего, он тебя пробивает. Но ты ему выдаешь целый барабан, скорее всего, его успеваешь забрать, что вполне даже неплохо, согласитесь. Но в основном настреливалось большое количество урона за счет того, что враги очень жестко тупили в те времена. Ну и сейчас они тупят, но, не знаю, как-то немножечко игра поменялась и сложнее, что ли, урон стал наносить. А может быть, просто Вафля такая все-таки дичайшая имба в те времена была. И, конечно, ностальгия у тех игроков, кто тогда играл, особенно на Вафле, наверняка сейчас при просмотре этого видео появляется. Я лично немножечко поностальгировал. Ну и могу сказать, что разработчики сейчас вот утверждают, что в Вафентрагере Е100 ни в каком виде не планируется, что они его вводить. Но они, опять-таки, говорят хитро. Они не говорят прямо категорично, что нет, никогда больше Вафентрагер Е100 не появится. Они говорят, ну пока что никаких планов нету по вводу этой ПТ-САУ. Но также и никаких планов по возвращению Т-52 не было. Но Т-52 вернулся в виде подарка ветеранам. И, в принципе, такие танки, они очень даже хороши для разработчиков, потому что они вызывают очень море таких всяких эмоций у игроков. Даже многие возвращаются, чтобы посмотреть, как вернулись те их любимые танки, на которых они нагибали когда-то там давным-давно. Может быть, и вы играли на Вафентрагере Е100 и нанесли там 8, там 9, может быть, даже 10 тысяч урона. А может быть, и больше. Может быть, вы вошли в число тех игроков, которые нанесли там вообще больше 10 тысяч урона. Таких, конечно, не очень много. Но вот по сравнению с другими танками Вафентрагер Е100, конечно, просто является рекордсменом по боям, где там 13-14 тысяч урона нанесено. Ну и сейчас Вафентрагер Е100 доступна только на китайском сервере. Там эта ПТ-САУ, в принципе, наверное, пользуется спросом. Не знаю, насколько она там имбовая, но в любом случае у нас этой ПТ-САУ не планируется в ближайшее время. Но я все-таки считаю, что эта ПТ-САУ вернется в нашу игру. Конечно, не в том крутом виде, как она была раньше. Та Вафентрагер Е100, которая была раньше давным-давно, которая разносила рандом в щепки, она, скорее всего, безвозвратно уже ушла из игры. И таких вот ощущений, которые вы раньше испытывали на Вафентрагере Е100, когда там раздолбанивали противника за 5 или 6 снарядов, уже не будет. Эх, помню эти ощущения, когда ты начинаешь стрелять с этого барабана мощнейшего, и за просто какие-то щинтанные секунды, там, какого-нибудь из 4, разбираешь, уничтожаешь в хлам. В хлам это, конечно, было эпично. Сейчас такого нельзя представить, ни одного такого танка похожего нет. Есть, конечно, Фош-Б, но это все равно другое. У Фош-Б нету башни, и у него, ну, орудие с меньшей альфой. Характеристики там похуже, чем у той первичной Вафли, которая вышла давным-давно в патче. Еще я не помню, каком, но вот этот реплей с патча 1, нет, 8, 8.11, вот. И, на мой взгляд, Вафентрагер Е100 может вернуться, потому что она вызовет ностальгию у игроков, и даже те, кто в танки не играл давным-давно, они вернутся, чтобы снова в них поиграть, чтобы посмотреть, что это за такая приблуда. Ну, и в основном, конечно, будут заинтересованы в этом ветераны игры, которые играли давным-давно. Просто новички, ну, те, кто играет там год или два, они не поймут, что это за машина, хотя они увидят там, что несколько снарядов в барабане, их тоже это удивит, но они просто не вспомнят те времена, которые были раньше. И вот разработчики сейчас на ВГ-фесте в нынешние времена заявили, что, в принципе, они планируют снова активность для ветеранов в 2019 году. Новые подарки. И, естественно, многие игроки ждут там квас или какой-то еще новый танк. Естественно, неизвестно, какой конкретно танк будет в 2019 году раздан ветеранам, но Waffenträger Ястом, на мой субъективный взгляд, может стать просто офигенным подарком для ветеранов. И этот танк, ну, замечательно может, так скажем, подстегнуть игроков в плане того, чтобы они вернулись в игру. Да, кто-то скажет, да ты что, с ума сошел? Имбур сдавать всем? Ты что, с ума сошел? Ну, как такая идея пришла тебе в голову, это полностью сломает и без того чокнутый рандом. Но, ребята, стоит отметить, что Waffenträger Ястом будет гораздо с худшими характеристиками. Там, да, альфа будет тоже по-прежнему большая, наверное. Но это будет уже совершенно не то, что было раньше. И она будет, ну, в принципе, просто неплохой, но не супер имбовый. Естественно, какую-то дичайшую имбу никто не будет раздавать. А вот какой-то хороший танк вполне могут раздать для того, чтобы привлечь внимание. Естественно, это будет акционным танком, а не премиумным. Потому что премиумный Waffenträger Ястом раздавать. Ну, это слишком щедро со стороны разработчиков будет. И слишком, ну, я думаю, безумно. Я даже не верю в такое. Но лично, на мой взгляд, мне кажется, что Waffenträger Ястом обязательно вернется в World of Tanks. Хотя бы для того, чтобы навести шумихи. Может быть, в виде просто премиум танка ее будут продавать, чтобы игроки, в общем-то, поиграли, купили, потратили деньги, конечно же, задонатили. Но в любом случае получили какие-то эмоции от этого всего. А на этом все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Не забудьте его оценить. Желаю вам удачи. Пока.